Музыка Сегодня у нас стали комикс Ниндзяк от автора Мэтта Кинта и художников Клея Мана, Буча Гиса, Хуана Хосе Рипа и других. Мягкий переплет, глянцевая обложка и 172 страницы, на которых разместились первые 5 выпусков оригинальной серии, а также бонусы в виде галереи вариантных обложек и эскизов страниц комикса. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Сокол. Комикс Ниндзяк – это история, повествующая нам об одном выдающемся агенте британской разведки Ми-6. Автор комикса Мэтт Кинт – большой поклонник шпионского жанра, что несложно проследить по его авторским проектам. Более того, он не только любит его, но еще и мастерски с ним работает, предлагая и используя разные подходы к шпионским играм. Вот и здесь Мэтт не стал ограничиваться одним решением. Каждый выпуск этого тома содержит две истории – в настоящем и в прошлом, как бы во времена первой миссии. И они абсолютно разные по настроению и концепту. Первая – это супергеройская версия Бандианы. С крутыми гаджетами, безумным экшеном, карикатурными злодеями и сверх харизматичным протагонистом. Вторая – это флэшбеки в детство, создающие дополнительный эмоциональный фон для героя. Сказать, что все это склеено органично в единое целое произведение, я не возьмусь. Но и критического диссонанса между историями тоже нет. Зато могу спокойно говорить за арт-составляющую. Ман прекрасно проходит экшен-ориентированность первого сюжета, иногда выдавая совершенно потрясающие решения. Рисунок работает на поддержании контраста между дистиллированным экшеном и размеренным флэшбеком. Динамичная, изобретательная, местами ломаная композиция и широкая размашистая штриховка настоящего спорят с более мелкой штриховкой и почти строгой геометричностью композиции прошлого. Покраска экшен-сцен и флэшбека различаются работой со светом. Неон городских высоток и сыпящие спецэффекты шпионских гаджетов, противопоставленные ламповому освещению родового поместья из детских воспоминаний Колина. История бэкапа раскручивается неспешно, сосредоточившись на проработке персонажей. В центре провествования рассказ о запретной любви в мире шпионов. Страстью и подозрительностью пропитаны взаимоотношения только постигающего азы шпионского мастерства главного героя и его куратора Анжелины. Приземленный рисунок Буча Гайса удачно контрастирует с основной историей. При этом художник может выдавать интересные композиционные решения, элегантно размещая на одной странице уйму информации. Стоит подметить, что в четвертом номере этого тома выступает эткая оригин-стори персонажа Року. Автор совершенно беспощаден героине, он сталкивает ее со множеством опасностей. Потеря памяти, лабиринт пещер, схватки с демонами, заигрывание с визуальной составляющей в этом номере заходит еще дальше. Тут аж 4 художника на выпуск. Ниндзяк – это бешеный экшен, соседствующий с историей о тяжелом детстве и выживании во флешбеке, а всему этому противопоставляется романтическая история бэкапа. Однозначно рекомендую всем без исключения. А приобрести этот комикс вы можете в магазине Комикс Стрит, ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео вконтакте. Где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер – Комикс Сойд.